Всем привет! Спасибо огромное, что вновь заглянули на мой канал. Как вы заметили, на этой неделе я каждый день выкладываю видео. И я вам обещала вторую часть видео о осенне-зимних покупках, поэтому давайте не затягивать и скорее приступим. Сегодня я также, как в первой части, буду показывать не просто какие-то вещи, а сразу готовые образы, наряды. И первое мое приобретение, это вещь, которую я давно хотела купить, тренч в песочном оттенке. Не короткий, не слишком длинный. Вот просто мой тренч. Я нашла его в магазине Zara. Мне очень нравится качество, он такой плотный и красиво сидит, как мне кажется. Сзади вот такая интересная пуговка. Это тоже такой маленький элемент, но он делает свое дело. И мне нравится, какая здесь подкладка. Почему-то она только спереди, сзади ее нет. Но этот тренч был недорогим, поэтому я его схватила, несмотря на то, что у нас довольно холодно. Я уже буду с удовольствием его носить весной. Возможно, тогда, когда будет еще тепло у нас. У нас довольно теплая осень и зима, поэтому иногда даже зимой в кожаной куртке можно вылежать. А живу я в Польше, если вы еще не в курсе. На рукавах вот такие также элементы есть. Мне очень нравится. Если вы ищете такую базовую, универсальную вещь, которая будет служить годами, потому что это классика, то обязательно загляните в Zara. Кстати, я думаю, что они также будут на распродаже, поэтому можно будет еще дешевле приобрести. Также я заказала себе вот такие сапоги. Я сама долго искала сапоги именно в шоколадном цвете и на таком широком, устойчивом и не очень высоком каблуке. Они кожаные, и это скорее такая европейская зима, потому что они с каким-то утеплителем как бы внутри. То есть это не просто ткань, что-то такое мягкое, но и не мяг, соответственно, поэтому на минус 20 они не годятся. К тому же, если у вас есть снег, а у нас в прошлом году снег был аж один раз, то в них тоже не особо походишь, потому что они будут скользкими. Бренд, по-моему, Ламика, если я не ошибаюсь. И еще один момент, они мне здесь немножко широки, я думаю, что их надо ушить, а так вообще неплохие сапоги. Вот отвечаю, кто интересовался. Дальше ботинки, которые я показывала в своем инстаграм, они кожаные, из зары, и внутри, к сожалению, эко-кожа, как оказалось. Но в них совсем не жарко, такие грубые, байкерские. Для меня это вообще мастхэп на осень и зиму. Я даже зимой в них хожу, мне нравится, что они не слишком короткие. И можно хорошо как бы заправить любые брюки, джинсы, ничего не выскакивает и нога не выглядывает. Я знаю, что многие девочки по моей рекомендации купили, они не выглядят грубыми на ногах. И у меня нога, как я говорила, не слишком такая полная, что ли, то есть объем не полный. И в этой паре у меня идеальный 37 размер. То есть все свободно, можно надеть какие-то тепленькие носки еще. То есть они мне не жмут. Это полные размеры, кто заказывает онлайн. Еще в этом году я прям помешалась на пальто. Мне нравятся какие-то другие оттенки, нежели серый, черный, бежевый. Мне захотелось чего-то другого. И я хотела приобрести, знаете, такое плотное пальто, шерстяное, которое я смогу носить зимой. Я увидела это пальто в магазине Mango. Вообще мне очень нравится качество вещей именно в Mango. И это не был самый дешевый плащ. Я его померила. Он идеально сидит. У меня XS, как обычно, красивая расцветка, актуальная в этом сезоне. Кто-то называет ее Марсалой, кто-то баклажаном, кто-то гнилой вишней. В общем, видите, как это выглядит. Очень достойное пальто, но оно скатывается. И я обращалась уже в магазин Mango, спрашивала, что делать. И, возможно, даже буду возвращать. Поэтому очень красиво выглядит, но еще не уверена, оставлю ли я его. Оно у меня уже где-то месяц. Я его ношу. Очень красиво выглядит. С серым цветом, с черным, даже с бежим. Потрясающе это сочетается. Люблю носить как с грубыми ботинками, так и с чем-то более элегантным. Очень универсальное пальто. Но советовать на данный момент я не буду, потому что сама еще не определилась со своим мнением. В последнее время я очень мало ношу разных аксессуаров. И, пожалуй, то, что очень часто надеваю, это только часы. И если вы не первый год со мной, то вы видели у меня такие часы из магазина Reserved, которые я приобрела и сомневалась, нужны они мне или нет. И вы мне советовали. Кто-то говорил, что они классные, такие в ретро-стиле. И оказалось, что они просто очень здорово сочетаются со многими элементами моего гардероба. И поэтому я заказала, так сказать, оригинал от Casio. И мне повезло быть блогером, поэтому мне их доставили сюда, в Польшу. Выглядят они вот таким образом. Мне надо еще немножечко сузить сам ремешок. Я выбрала именно золотистый цвет в сочетании с черным. Ну, это классика, девчонки. И я даже, когда была на съемке для Answer, там были стилисты. Я пришла в часах своих от Reserved, которые уже были в таком состоянии, их уже давно нет в продаже. Это было года два тому назад. И все сказали, вау, какие классные часы. Оставляем, оставляем для съемки. Еще у меня нет таких, знаете, обычных классических часов. Поэтому я заказала себе вот такие часики от марки Cover. И мне очень понравились. Они маленькие. Я хотела именно маленькие часы. Мне кажется, что часы а-ля Michael Kors, такие большие, уже немножко не в тренде. Поэтому хотелось чего-то более такого женственного, очень такого нежного, что ли, но актуального. И мне понравились эти часики. Выглядят на руке аккуратными, небольшими. Читаются с любой рубашкой, даже с белой футболкой. Мне кажется, что такие вот обычные, но качественные часы придают какой-то особый шик наряду, что ли. Поэтому очень довольна приобретением. У меня также есть скидка. Если вам надо, то заглядывайте в Infobox. Еще покажу вам свитер, о котором многие спрашивали. Я его приобрела сейчас в Mango. Я его увидела на манекене и поняла, что он едет со мной домой. Потому что это моя расцветка. Фасон, который я очень люблю. Это такой как бы полугольф. Он свободный, не подчеркивает фигуру. Я почему-то очень люблю такие свободные вещи, которые подчеркивают мою хрупкость. Я так себя воспринимаю в них. И я сочетаю такой свитер с зауженными джинсами, с очень узкими какими-нибудь брюками. Здорово выглядят как с каблуками, так и с такими грубыми ботинками, которые я показывала вам только что. Здесь, к сожалению, не самый хороший состав. Нет ни грамма вообще шерсти. Но, тем не менее, я очень полюбила этот свитер. И ношу его сейчас очень часто со своим серым пальто. Как вы заметили, я не совсем люблю черный цвет. И чувствую себя в нем некомфортно. Он слишком активный. Но по каким-то странным причинам я решила себе купить в Заре. Причем я заказывала онлайн такой тоже полугольф, именно в черном цвете. Он очень красиво сочетается с более яркими акцентами. Покажу вам сейчас пальто, с которым ношу этот гольф. У него рука в три четверти. Обычный базовый гольф. Они есть в других расцветках. Поэтому, если вам надо что-то такое, то в Заре найдете. Далее, онлайн, по-моему, на Золанда, заказала себе потрясающий кольф от бренда Беннеттон. Он уже имеет хороший состав. Здесь 100% 6. У нас тут ремонтная работа. Не обращайте внимания. Очень довольна. Рекомендую вам. Также хотела купить какую-то тоненькую кофточку с вырезом. И зашла в магазин Massimo Dutti. Увидела там вот такие, как бы, обычные вещи. Но хорошее качество, хороший состав. Здесь шелк с этим, как с шерстью. Очень приятная кофта, которая вообще не колется. В-образный вырез, который делает нашу шею длиннее. Кстати, для меня мода на чокеры прошла. И я поняла, что это, скорее всего, не мое. Настолько приятная ткань. Девчонки, тут, конечно же, цена оправдывает качество. Хотя, Massimo Dutti, это не всегда так, как и в каждом сетевом магазине. В общем, довольна. И я знаю, что очень проблематично найти что-то качественное. Поэтому заглядывайте, если вы также находитесь в поиске чего-то такого. Очень много вопросов было по поводу вот этой футболки. Эта футболка, это не кофточка. Она из бершки. Они есть в разных цветах. Мне самой она очень понравилась. Серый цвет, мой самый любимый. Как многие уже знают. И я купила ее, сейчас не нарадуюсь. Очень красиво выглядит с обычными какими-нибудь зауженными черными брюками. С байкерскими такими ботинками. Мне кажется, что с такой вещью главное не переборщить. То есть, это уже довольно активный элемент нашего наряда. Поэтому все остальное должно быть более спокойным. Но это какие-то мои ассоциации. И моя теория. Я ношу именно так. Девчонки, я заказала себе на Answer вот такой плащ. Причем мне никто ничего не присылал. Просто была скидка. И пока я там на сайте рылась, мне пришло уведомление о том, что если я сейчас это куплю, то я получу еще дополнительную скидку. Поэтому в магазине сейчас минус 30%. А я купила этот плащ с 40% скидкой. Очень красивый терракоттовый оттенок. И длина миди. Некоторые считают, что она не для низких девушек. У меня метр шестьдесят два. Но он просто замечательный. Мне он нравится. И он дополняет любой базовый наряд. Вот можно надеть просто все черное. Этот плащ выглядит, ну, роскошно. Поэтому я не нарадуюсь, что он есть у меня очень приятная ткань. Также этот плащ представлен в таком оттенке хаки. Поэтому если ищете что-то такое, то заглядывайте в Mango. Отличнейшее качество. У нас в Кракове я регулярно посещаю аутлет Mango. И как-то я туда заехала и увидела вот такой комбинезон. Сначала мне показалось синий цвет, вообще не мой, но слишком холодный. Но потом увидела здесь разные такие точечки, которые можно обыграть. Я купила этот комбинезон. Мне он очень нравится. Ношу его с байкерскими ботинками, с черными плотными колготками. Очень приятная ткань. Надеваю его с кожаной курткой или с такой тепленькой жилеткой. Жилет это вообще для меня мастхэп на осенне-зимний сезон. Этот у меня от бренда Забава. Я заказывала его в Инстаграм. Очень красивый цвет, который как-то разбавляет скучный такой наряд. Очень довольна. Стильная вещь. Есть другие расцветки, более спокойные такие, универсальные. Если вам что-то такое надо, то обязательно загляните к ним. Одно из моих последних приобретений. Это рубашка из магазина Stradivarius. Я не уверена, что она останется со мной. Мне очень нравится качество. Приятный материал. Это не синтетика, но она слишком длинная. Буду сочетать ее с какими-нибудь зауженными кожаными брюками. Но не знаю, что-то с ней не так. Я себя чувствую в ней крайне некомфортно. Поэтому я еще подумаю. Хорошо, что можно возвращать в течение 30 дней. А вообще такая полоска очень стильно выглядит. Как-то хорошо даже освежает. И пока еще подумаю. Не знаю. И последняя новинка на сегодня. Это такая сумка от Mango. Я ее купила на днях буквально. Вот такие вещи я люблю приобретать в каких-то сетевых магазинах. Потому что я не готова инвестировать в такие модные вещи. Это, конечно же, вдохновение каким-то дорогим брендам. Здесь кожа. Такая немножко мохнатая. Внутри еще даже не успела рассмотреть. Здесь такие три отделения, как оказывается. Закрывается все на кнопочке. И на кнопочку очень хорошо сочетается с кем-нибудь базовыми, скучными такими нарядами. В общем, я довольна. На этом, по-моему, прощаться с тем, что у меня. Я тут всех задерживаю с ремонтом. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.